Привет, Роман! Спасибо, что пригласил рассказать про Amazon Business. Я хочу рассказать про бизнес на Amazon по стратегии Private Label. То есть на самом деле существует несколько стратегий торговли на Amazon. Это Private Label, о которой мы дальше поговорим. Это Arbitrage, то есть когда мы покупаем товар других брендов и продаем их со своей наценкой. Есть также Drop Shipping, если мы, к примеру, не хотим вкладывать деньги или у нас их просто нет. Также есть стратегия Wholesale, то есть оптом торговать на Amazon. Но мы поговорим о Private Label, потому что она мне больше всего нравится. И я запустил бизнес по стратегии Private Label. Продаем не только товар, не просто товар, но мы еще создаем бренд и актив. То есть мы потом можем этот бренд продать. Мы строим свою лояльную аудиторию, которую мы можем продавать потом не один товар, а много товаров. Итак, что нам нужно сделать для того, чтобы запустить Amazon Business по стратегии Private Label? Нам нужно найти неконкурентный товар. Как определить, что он неконкурентный? Это в основном делается в самом поиске Amazon. Мы вбиваем какой-то товар и смотрим, если там слабые конкуренты у них, слабые листинги, плохие фотографии, плохое описание, мало отзывов, то это признак слабой конкуренции. И нам это интересно, потому что мы только пробуем Amazon и, соответственно, мы хотим сразу войти в Amazon и продавать. Потом вы уже можете запустить второй товар в такой же неконкурентной среде, либо уже, когда вы наработаете какой-то опыт, начать продавать уже в более серьезной ниши. Давай так, 5-10, сколько ты там собрал ошибок? Первая ошибка – это люди, которые просмотрели очень много мотивирующих роликов по Amazon с горящими глазами, врываются в этот бизнес, быстро запускаются, делают много ошибок и потом их банят аккаунты. Почему это происходит? Потому что они не хотели разобраться, что нужно продавать качественный товар. Это первое. Они гонятся за ценой, потом им приходит какой-то либо контрафакт, который, возможно, нарушает какие-то авторские права, либо это некачественные товары, они получают много негативных отзывов, возвратов. То есть фидбэк о вас, как о продавце, уменьшается, вам ставят одну звезды раз, второй раз, третий раз. И через какое-то время Amazon просто блокирует, потому что Amazon хочет получить клиента с положительным опытом. А если он получается негативным, соответственно, это падает репутация на Amazon, а Amazon весь держится на позитиве. Второе. Это разобраться вообще, как устроен Amazon. Amazon устроен на репутации и на долгосрочной перспективе. Если же вы, к примеру, там работаете по дропшиппингу, ваш партнер, с которым вы договорились, он отправляет товар не в этот же день, как вы договорились, а отправляет через три дня, через четыре, то, естественно, клиент, который заказал у вас товар, он просто пишет негативный отзыв и раз, два, три, и опять же забанили. То есть дропшиппинг не совместим с философией Amazon. Это какие-то, скорее, исключения из правил успешной торговли по дропшиппингу, чем основное правило. Также работайте по программе FBA. Это когда Amazon сам доставляет, хранит у себя на складе и оказывает клиентский сервис. Потому что Amazon также предлагает нам, пожалуйста, продавайте и сами отправляйте по почте. Там кто-то от вас отправляет через курьерскую службу. Но Amazon тогда ранжирует ваш товар хуже, потому что он отдает предпочтение тем продавцам, которые его же программой пользуются, платят ему деньги. Потому что, во-первых, ему это выгодно, потому что он получает комиссию с этого и хороший доход. А второе, он уверен сам в своем сервисе, в том, что он доставит вовремя, доставит качественно. А когда это сторонний сервис происходит, то это не так интересно. Если вы хотите успешно торговать на Amazon, вам нужно состоять в сообществах Amazon. Очень много Facebook групп, где вы будете общаться с такими же людьми, как и вы, у которых такие же проблемы по Amazon. Вы будете на шаг впереди других продавцов. То есть, как можно вступить в большее количество сообществ по Amazon, разных, не обязательно в одно, в разные вступайте. В англоязычные вступайте, потому что они там уже торгуют 8-10 лет и больше, а у нас это только зарождается. Из англоязычных вы можете зайти в Udemy, это онлайн-курсы бесплатные. Можете в Jungle Scout зайти, у них там тоже бесплатный курс. И они как раз-таки продают по стратегии Private Label. И у них очень много там case study, когда просто подробнейшим образом рассказывается, что нажать, там шаблон, скрипт для поставщика, для фабрики, для клиента, как попросить отзыв. Просто малейших подробностей. Если у вас хотя бы там школьный английский был, вы можете пользоваться Google-переводчиком, то без проблем. Но, конечно же, читайте на английском, старайтесь понимать, потому что Google-переводчик может вам перевести. Вы исказите суть перевода, и у вас будет недопонимание либо с поставщиком, либо с клиентами, когда вы будете общаться с клиентским сервисом. Я запустил уже два продукта. Первый – это свадебные цифры, комплект от 1 до 20 для нумерации столов, когда свадьба происходит. У меня задача была просто проверить, как это работает, пустить деньги по кругу, отправить их оплатить китайскому поставщику, получить сэмпл, потом оплатить основной товар, поместить туда логотип свой, отправить с Китая на Fulfillment by Amazon на склад. Там проверили, все в порядке. Лейбу поставили со штрих-кодом Amazon, чтобы Amazon понимал, что это мой товар. Он у меня появился в личном кабинете. Запустил рекламу, продал, деньги вывел на карту Payoneer и, соответственно, снял в банкомате. Если вы хотите просто минимально проверить, как это все работает, без риска вложений, вы можете поступить так же, как я. Просто заказать один товар, чтобы просто научиться на примере одного товара. После того, как я это проверил, у меня уже появилась уверенность, что все это работает, все хорошо, я знаю этот путь. И мне уже было, в принципе, более уверенно. Я мог вложить 1800 долларов, а чтобы оплатить 300 единиц уже другого товара поезд для бега. Хотя это неправильно. Нужно выбирать не то, что нравится мне, а нужно выбирать то, что нравится людям. Нужно выбрать хорошую фабрику. На Alibaba, где в основном все ищут фабрику для продажи, очень много посредников, либо просто торговых компаний. Они сами не производят товар. Как понять, что это фабрика, а не посредник? На Alibaba можно перейти на профиль и посмотреть все продукты, которые продает этот поставщик. Если он продает все, что угодно, и LED-кроссовки, и кепки, и спиннеры, то это посредник. Потому что не может фабрика производить все, что угодно. Если вы заходите, видите, что производитель производит только чехлы для айфонов. Красные чехлы, зеленые чехлы, со стразами чехлы. Значит, он специализируется на чехлах. Скорее всего, это фабрика. Мы определились с фабрикой. Мы выбираем фабрику с опытом. Там 9 лет Gold Supplier. Gold Supplier – это такой бедж, который дает сама Alibaba, чтобы люди могли понять, что это уже фабрика опытная, должно заниматься, и, соответственно, у нас есть к ней доверие. И также должен стоять Trade Assurance. Это страхование сделки. Alibaba является гарантом того, что сделка произойдет, все в порядке будет, и нам придет такой товар, как был описан. Еще одна проблема – это экономия на сэмплах. Сэмпл – образец, который вы будете в дальнейшем уже массово производить. Там будет ваше имя, ваш логотип, какая-то модификация, какой-то другой цвет, другая форма, другой материал и так далее. Фабрики, наверное, не зарабатывают на сэмплах, чтобы как-то компенсировать свое время, потому что там менеджер будет отдельно работать, это будет какая-то настройка, новые лекала, новая матрица и так далее. Они ставят цену, например, от 50, может, 100, 150 долларов стоить, при том, что сам товар 4 доллара. И вот новые продавцы на Amazon, они думают просто сэкономлю там 3 сэмпла по 100 долларов. Но, когда к вам придет 3 сэмпла, вы увидите, что они все разные. Хотя на фотографиях они все одинаковые, но на фотографиях мы не можем их пощупать, дотронуться, подержать в руках, одеть, понюхать и так далее. Когда вы получите все 3 сэмпла, вы увидите, что у одного товара более тонкая, материя у другого более толстая, у одного какие-то будут дефекты, у другого будет краска хорошая. И вы увидите, что из трех какой-то самый классный будет. И там и по цене будет классно, и по качеству, и в итоге вы будете уверены в своем продукте, когда уже массово закажете. И если какие-то будут вопросы там в отзывах или еще что-нибудь, вы сможете достать просто этот товар, посмотреть, повертеть его и быть с ним на одной волне. Потому что он видит ваш товар, какие-то у него вопросы, и вы видите ваш товар. Поэтому рассматривайте это не как расходы, а как инвестиции. Если вы продадите там тысячу товаров, то эти 300 долларов мы разделим на тысячу, это будет 30 центов. Эта стоимость сэмпла, она будет с каждым проданным вашим товаром, она будет уменьшаться. То есть заказывайте сэмплы, не экономьте на сэмплах. По продвижению. Если товар действительно интересный, то вообще никакие ненужные стратегии. Вы можете с одной фотографией его продавать, а это вот найти неконкурентный товар, тогда вам не нужно тратить деньги в продвижение. Очень много товаров неконкурентных. Просто они не лежат на поверхности. То есть нужно найти товар, который там где-то под линолеумом, возможно там какая-нибудь гаечка или шурупчик. Чем глубже вы под-под-под нишу копаете, тем лучше. Там просто вам не нужно будет отдавать сотни товаров на раздачу. Вы можете и без раздачи сразу запустить. Амазон работает по принципу того, что клиент заходит, смотрит, если там 50 отзывов, хорошо. Заходит у кого-то, у другого один отзыв, это плохо. И он уже просто автоматически покупает там, где больше отзывов. И желательно, чтобы они были все пятизвездочные или близко. Вы не получите отзывы, если вы не продали, а вы ничего не продадите, если у вас нет отзывов. Замкнутый круг. Поэтому, чтобы этот разорвать замкнутый круг, нам нужно найти ревьюверов. Это люди, которые за бесплатный товар готовы оставить отзыв. Ревьюверов можно найти в фейсбук-группах. Просто вести ревью USA и так далее. Дисконт USA, промоушн, купон с USA, фрибис с USA и так далее. Зайти в эти фейсбук-группы и начать постить свой товар. То есть свяжитесь со мной if you want free product. И вашу фотографию, и ссылку на сайт, на Amazon, чтобы они сразу там посмотрели, что да, товар нам этот интересен. Мы хотим потратить свое время, бесплатно его получить и бесплатно ставить отзывы. Вы должны понимать, что в Америке уже там такая конкуренция и столько бесплатных товаров, что они уже даже многие не хотят их получать. Либо товар должен быть неконкурентный, уникальный. Будут вас без отзывов покупать, либо с удовольствием за бесплатный товар оставят им отзыв. Либо вы должны понимать, если вы очередные чехлы для айфона хотите продавать или спиннеры, то там у этих уже чехлов и со спиннерами уже столько, что они даже бесплатно не захотят его взять. Либо вам нужно будет доплатить еще сверху, чтобы вам оставили отзыв. Притом эти ревьюверы часто пропадают, потом еще не хотят писать, морозятся от вас в фейсбуке. То есть это еще такой небольшой геморрой. Заказали партию от 30 до 45 дней. Если вам повезет, партия будет 15 дней всего производиться, если это какой-то суперлегкий товар. Вы можете это время потратить на хорошие фотографии для листинга. Минимум 2000 на 2000 пикселей, чтобы можно было зумить. Пока у нас идет производство, мы можем подумать, а где же мы возьмем этот внешний трафик. Самая сейчас лучшая стратегия продвижения – это создание фейсбук-страницы или фейсбук-группы. И фейсбук-реклама сейчас самая лучшая охватывает, самая большая аудитория, плюс самая дешевая. Пустим контент, а когда уже подходит время, производство наше заканчивается и уже почти товар на складе Amazon, мы начинаем уже продающий контент туда. Либо это может быть конкурс 150 человек, а первым там будет скидка по промокоду. Amazon также будет ранжировать выше, если мы будем ему пускать внешний трафик, потому что, естественно, кто не любит внешний трафик бесплатный, Amazon также любит. Есть еще такой вариант продвигать через фейсбук-группы, через промокоды. Мы создаем промокоды в личном кабинете Amazon, пустим, что давайте по промокодам. Люди покупают очень охотно и сами ставят отзывы, даже не нужно им сверху еще платить деньги. Критичные ошибки по запуску бизнеса на Amazon. Во-первых, нужно хорошо просчитать все-таки свои силы и финансы. Вы должны понимать, что когда вы считаете, сколько вам нужно потратить на закупку, вам нужно добавить еще стоимость сэмплов, доставку добавить и не забыть про рекламу. Либо это пейпер-клик. Один клик стоит на Amazon очень дорого, там может 1 доллар стоит, может 2 доллара стоит, в зависимости от ниши. Может, конечно, и 20 центов стоит. Поэтому посчитайте, там 100 кликов и вот уже 100 долларов. Конверсия, опять же, зависит от того, насколько вы хороший листинг сделали. То есть, если у вас там классные фотки, классное описание, может 10, может 30 процентов. Если у вас ниже, тогда надо подумать, может быть, нужно тестировать с фотографиями. То есть, особенно первую фотографию, заглавную, ее, если не работает, менять. Поэтому это еще одна причина. Обязательно заказать сэмпл. Потом с этого сэмпла нужно будет сделать хорошую предметную фотосъемку. А вы захотите переделать фотографии, допустим, фотографии в действии с человеком, в использовании сделать. И вам опять понадобится именно конкретно этот продукт. Вы не можете его заменить ничем. Если у вас есть работа какая-то существующая, вы хотите заняться Amazon бизнесом, пока не заканчиваете работу. Потому что этот бизнес, в принципе, не требует много времени. То есть, если у вас есть деньги, вы отправили в производство, у вас все производится, вы свободны. То есть, вы можете заниматься или своей основной работой, или основным бизнесом. Когда уже все настроите, и он уже пойдет вверх, ваш Amazon бизнес, тогда уже можете заканчивать работу. То есть, это бизнес, который вы сегодня подумали, а завтра он у вас уже работает. То есть, как минимум, потребуется 3 месяца, чтобы заказать сэмплы, найти товар, подождать, пока ваша партия изготовится, запустится, ревьюверы, отзывы и так далее. Это совершенно новый бизнес, особенно для нашего региона. Но кто-то, да, уже в Китае давно покупает, продает. Для них это вообще супер бизнес, потому что они уже половина знают, как это делать. Им только осталось продавать. Покупать они уже умеют. Но многие у нас даже не умеют общаться с китайскими поставщиками. Для них это все новое. Это международная торговля. То есть, вы находитесь в Украине, покупаете в Китае, продаете в Америке. Это очень интересный бизнес. Действительно, такой масштаб чувствуется. В Китае есть такое понятие, как гуанжи. Я неправильно его, конечно, выговорил. Это налаживание хороших, долгосрочных, взаимовыгодных отношений. Если это хорошая китайская фабрика, то они настроены на долгосрочное сотрудничество. Соответственно, вы можете всегда начать с одних условий, но на второй партии, на третьей партии вы можете снизить стоимость вашей партии. Либо вы можете пойти на другую фабрику, показать ваш Amazon листинг, сказать, вот я продаю много, покупаю в такой-то фабрике. Дайте мне цену ниже, я у вас буду покупать. Если вам даст эта фабрика, вы опять можете вернуться к своей первой фабрике, которую вы покупаете, и сказать, мне нравится с вами работать, вы проверены. Ну вот мне другая фабрика предлагает ниже, давайте как-то с вами договариваться. Еще одну ошибку вспомнил. Сдаваться при первых неудачах. То есть многие там пишут, как закрыть мне аккаунт. Посмотрел мотивирующие ролики, где там 1000-3000 долларов зарабатывают все в месяц. На самом деле это не так. Это кейсы только успешных продавцов, которые нам показывают, что вот там по 3000 долларов мы все зарабатываем и больше. Очень большое количество людей также сталкиваются с трудностями. Не так это все быстро идет, не такие-то суммы. Успешный тот человек, который не бросает и который не сдается. Не важно, сколько раз вы упали. Главное, что вы каждый раз встаете и идете дальше. То есть запускайте второй товар, сделав какие-то выводы из предыдущего, третий товар. И из какого-то товара вы начнете 100% зарабатывать. Еще один совет. Запускайте простой товар. Ищите легкий товар. То есть это какой-то просто пластиковый кирпич, в котором нечему ломаться ни в производстве, ни в доставке, ничего. Классно, если он стоит от 20 до 80 долларов. Это супер. Другая проблема, что сложно найти такой товар. И почему до 80? Потому что до 80 еще срабатывают спонтанные покупки. Долго не думают, покупают. К примеру, мой товар, поезд для бега, стоит 3,85 плюс доллар доставка. Это 4,85. Комиссия Amazon 5,24. То есть в итоге у нас получается 10 долларов. Чтобы я на нем зарабатывал хотя бы 5 долларов, то мне нужно его продавать за 15-16 долларов. Потому что там еще доллар где-то на рекламу может уходить. На Amazon есть закрытые категории и открытые категории. Закрытые категории это все, что касается здоровья. То есть там какая-то косметика, продукты, то, что попадает в человека либо на человека. То, что может ему угрожать его здоровью. Есть список открытых категорий. У нас на сайте, кстати, тоже есть. По ним можно перейти и посмотреть, какие открытые категории. Если вы, к примеру, какую-то специфику продвигаете, можно по этой же специфике и книгу написать. И потом через эту книгу в конце написать, что, эй, там промокод тебе еще и на теперь все, что касается у нас есть в магазине. Когда вы продаете книгу на Амазоне в электронном виде, там всегда в каждой книге есть функция, что вы можете заказать ее в печатном виде. Вам просто эта электронная книга распечатывает сам Амазон под заказ. Лучше всего собрать как можно больше информации про Амазон бизнес не из одного источника, а из многих источников и уже сделать свой собственный вывод. Что такое Амазон? Сколько на нем можно зарабатывать? Получить какой-то свой опыт. Я советую вам не вкладывать все ваши последние деньги в Амазон и сразу завтра пытаться отработать их. Начните там с 2000 долларов, начните с 10 долларов, начните со 100 долларов. Отправьте один товар сначала, продайте, как это сделал я. Потом продайте 100 товаров, потом 1000. И, конечно же, нужно обучение. У меня обучение вы закажете на moneyhunters.biz или в другом месте. Вы можете вообще ни у кого не заказывать. Но вам нужно все равно найти авторитетные какие-то сайты, где вы можете доверять этой информации и не делать свои собственные ошибки. Потому что с обучением вы просто продвинетесь быстрее и дальше. У меня мой путь занял, чтобы запуститься от первого товара и запустить 310 месяцев где-то. Людям, которым я помогаю, своим клиентам в плане консалтинга, время заняло 3 месяца. И, соответственно, человек, клиент, которому мы помогаем, тратят не 10 месяцев, а 3 месяца. То есть вы просто увеличиваете скорость запуска в 3,5 раза. Конечно, легче с кем-то запуститься, чем одному. Но одному, пожалуйста, тоже легко запуститься. Я считаю, что стоит заниматься бизнесом на Амазоне по одной простой причине. Амазон это сейчас такой монстр, который просто съедает все ритейл-магазины и меняет поведение американцев, европейцев, австралийцев и так далее. В каждой стране он сейчас запускает свои склады и люди меняют просто поведение свое. То есть раньше они ходили в обычный магазин, сейчас они покупают через онлайн. Амазон интересен только по одной простой причине. Он хороший для нас преподаватель. Как продвигать свои собственные товары какие-то, даже в других бизнесах. Амазон является сейчас одной из самых крупных компаний в мире и, соответственно, вот вам вы просто начинаете торговать, понимаете, как все это происходит. Чтобы узнать все про Амазон-бизнес, переходите по ссылке moneyhunters.biz и записывайтесь на бесплатный онлайн Амазон-курс. Пока!